Сегодня на заседании регионального парламента депутаты приняли бюджет области на 2013 год во втором и окончательном чтениях. Напомним, 6 декабря при утверждении основных параметров финансового документа первоначальная сумма прогнозируемых расходов была увеличена более чем на 4,5 миллиарда рублей. В течение двух недель народные избранники подготовили почти 100 поправок по распределению средств. Две трети из них, касающиеся финансирования наиболее важных социально-экономических задач, получили одобрение губернатора и правительства области. Среди утвержденных поправок увеличение суммы, направляемой на развитие агропромышленного комплекса региона. Со 159 миллионов она выросла до 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Добавлено ассигнование транспортным предприятиям на возмещение убытков при перевозке пассажиров, которые пользуются льготами. Теперь на эти цели в 2013 году предусмотрено полмиллиарда рублей. С 1 миллиона до 20 вырастут затраты из казны на реализацию регионального закона по предоставлению населению бесплатной юридической помощи. Это позволит организовать постоянную работу юристов с малообеспеченными гражданами во всех районах области. Также поправками депутатов 250 миллионов рублей дополнительно будут направлены на проектно-изыскательские работы, связанные со строительством в Волгограде третьей очереди линии скоростного трамвая. Кстати, в активном развитии метротраммы в областном центре, считают народные избранники, большая заслуга председателя счетной палаты России Сергея Степашина, который добивался выделения федеральных трансфертов на продолжение подземки. За значительный вклад в социально-экономическое развитие региона парламентарий удостоили Степашина звания почетного гражданина Волгоградской области. Наряду с ним такой же статус получили сенатор Николай Максюта и член региональной общественной палаты Иван Никитин. Субтитры создавал DimaTorzok